Произошла утечка данных в самом банке, так как они завладели полностью телефоном и доступом в мой онлайн кабинет. Порядка практически 800 тысяч у вас было похищено мошенниками. В результате было возбуждено уголовное дело. Есть подозрение, что банк сам сотрудничает с этими мошенниками. Я обращаюсь ко всем топ-менеджерам банков Российской Федерации. Вы видите прекрасно, что происходит в нашей стране, сколько мошенников. В ваших силах прекратить эти мошеннические действия. Организуйте таким образом работы, чтобы в случае обращения граждан по мошенническим действиям такие операции были заблокированы. То есть взаимодействие всех служб безопасности, всех банков между собой. Таким образом вы сможете на корню пресечь все преступные действия в отношении ваших клиентов. Вы же клиенты ориентированные, верно? Поэтому примите меры. И меня до сих пор удивляет, я до сих пор в недоумении. Почему об этом говорим мы, а не вы? Почему вы до сих пор этого не сделали? Мы требуем от вас конкретных действий. Это проблема масштаба всей страны. Поэтому отреагируйте и примите меры. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Здравствуйте. Расскажите, что у вас произошло? Добрый день, Вадим. Со мной произошла такая история. 28 марта на мой сотовый телефон позвонили. Это было, правильно? Это 2020 года, да. Позвонили, значит, люди, которые представились в службе безопасности банка. И, значит, спросили меня о том, что были ли у меня там, есть ли у меня какие-то карты. Я сказала, что да, они такие, ну, как бы существуют. Вот, были ли списания в последние, ну, там, за последние месяцы с этих карт, которые вы, ну, как бы протестовывали? Я сказала. Можно уточнить? То есть им известны были карты? Да, номера карты мои, да. А с какого номера они звонили? Номер телефона похож был на московские номера. То есть начало было 8495. То есть и, ну, в дальнейшем с этих же номеров, то есть они меняли телефоны, то есть переключались. Как, ну, вообще, сотрудники банка, то есть они передавали меня одному сотруднику. То есть я, как бы, специалистом банка, другую передавал? Да, да. Так вот, они вам позвонили и сообщили о том, что у вас какие-то подозрительные операции по вашим картам? Да, да, да. Так, и что они сказали дальше? Ну, что-то они сказали, что у меня там с одной определенной карты хотели списать, ну, там, 11 тысяч рублей. Вот. И, то есть, я говорю, что из-за ерундовы, то есть можно было, как бы, это отслеживается, у меня подключен онлайн кабинет, и я могу посмотреть, смс-ок нету в телефоне. На что они сказали, что ранее у вас же были списания, то есть мы отслеживаем то, что к ваш, ну, там, значит, произошла утечка данных в самом банке и что служба информации банка разбирается с вот этой данной ситуацией. И просили, в общем, оказать им помощь в этом деле, то есть, ну, вот. И дальше какие действия происходили? Дальше действия происходили такие, то есть они, значит, попросили меня подключить, значит, специальное приложение к телефону. То есть вы скачали приложение, которое они указали? Да, да. На телефон поставили? Да. Это все в режиме онлайн было, например, на прямой связи с ним? Да, да, да. Ну, в общем, на прямой связи с по телефону. И в этом, ну, в общем, когда приложение установили, вот, ну, там приходит, то есть, ID-код, который надо было сказать, я это сказала, они уже полностью, ну, взяли, то есть, телефон в свои руки. То есть они подключились, да, уже к онлайн-кабинету и начали, в общем, сказали Наталье Владимировне, вы не беспокойтесь, то есть мы сейчас, то есть, вот у вас есть какие-то карты, на них находятся какие-то суммы денег, вот. Вот мы эти деньги сейчас переведем на определенный счет, вот, как бы это ячейка банковская, вот, ну, и на следующий день... Зачем они аргументировали эти переводы? Тем, что они хотят посмотреть, как, значит, банковские работники реагируют на вот эти вот... То есть якобы в их рядах есть какой-то предатель, который хочет завладеть вашими деньгами? Ну, да, то есть утечка информации. То есть запасить ваше средство, перевести, я так понимаю, на какой-то резервный счет? Да, да. Так, и дальнейшие действия какие были? Вот, и сказали, вы не беспокойтесь, то есть завтра, то есть эти деньги вернутся, и тем более, что вы беспокойтесь, это деньги банка, то есть, ну, моих личных средств там было немного. То есть это кредитные деньги там? Это были, да, с кредитных карт, деньги с кредитных карт. О каких суммах идет речь, о скольких картах? Значит, я являюсь, в общем, уже таким довольно-таки длительное время клиентом Сбербанка, зарплатным к тому же. То есть, значит, мое предприятие с данным банком заключило соглашение о том, что, в общем, сотрудником банка, ой, сотрудником нашего предприятия, то есть банк будет начислять заработную плату. То есть, вот, и так как я являюсь зарплатным клиентом, то я очень, ну, имею большие, как сказать, возможности пользоваться там услугами банком. То есть мне предоставили две кредитные карты. Значит, это очень удобно было в том плане, что, то есть имеется рассрочка по одной 50 календарных дней, то есть это беспроцентное. Вот. Вот. А вторая карта на 101 календарный день. Ну, в общем, эти карты были взяты в разное время, то есть и когда сначала предложили 50, в общем, календарных дней рассрочку по одной данной карте, я ее хотела закрыть. И открыть, и открыла карту на 101 день. Ну, так как, в общем, банк настаивал на том, чтобы я ее не закрывала. Мало ли какие у вас там будут. Чтобы она была активная. Да, да, да. С элементом кредита. А какие кредитные лимиты по этим двум картам у вас были? Значит, начиналось все, когда первый раз взяла с 15 тысяч. Вот, по первой карте, которая, значит, 50 дней, в общем, этого рассрочки идет, вот, кредитный лимит был сначала в 15 тысяч. Потом он дошел до 85 тысяч. То есть они мне это все увеличивали, говорили о том, что я, в общем, хороший... То есть вы взяли кредитную карту с суммой в 15 тысяч рублей. Да. И на протяжении какого-то времени вам банк предоставил, в одностороннем порядке, увеличил ваш лимит до 85 тысяч. Да, там в течение двух лет. То есть они в течение какого-то промежутка длительного вам увеличивали этот кредитный лимит. Да. И в итоге он увеличился до 85 тысяч. У вас какая сумма на этой карте оставалась? Там ровно 85 тысяч, и этой карты не пользовались. Не пользовались. То есть она просто висела, вы хотели закрыть, банк сказал, не нужно, пусть висит, вдруг понадобится. По второй карте ваша шкафа? Значит, по второй карте была такая ситуация. То есть эта карта я пользовалась, да. И, значит, еще крейс-период не закончен был, и я, значит, еще не... Там не хватало где-то в районе 6 тысяч. То есть там кредит, значит, был кредитный лимит 80 тысяч на данной карте, и не хватало, ну, где-то в районе 74 тысяч, то есть было на... А, изначально уточнимся, какой там был лимит по этой карте по второй? По второй был 8 тысяч. 80 тысяч. Да. У вас не хватало 86 тысяч рублей. Да, да, да. То есть у нас, получается, 74 тысячи было на карте осталось, правильно? Да, да, на другой 80 тысяч. На момент, когда взаимодействие с мошенниками произошло. Да, да. Итог с этими мошенниками, по этим двум картам, какой? Ну, знаю, они списали деньги, то есть, как я вам ранее говорила, на, в общем, они сказали, на счет банка уйдет. То есть они перевели деньги, же средства, которые были на этих двух картах, в размере 85 тысяч. На свои счета. И 74 тысяч перевели на свои счета, кредитные деньги. Но у вас еще, я так понимаю, вам выпал в кавычках бонус. Расскажите, пожалуйста, о самом большом переводе. Значит, так как они завладели, значит, полностью телефоном и доступом в мой онлайн кабинет, то, значит, в моем онлайн кабинете было предложение по новому кредиту на сумму 596 рублей. То есть в личном кабинете у вас висело от банка предложение, которое вам можно было активировать, а можно было и не активировать, правильно я понимаю? Да, да. И банк, точнее, мошенники эти активировали. Эти деньги активировали, да. Соответственно, они их, что с ними дальше сделали? Ну, они дали запрос на то, что, в общем, это подтвердить данный кредит. Пришли смс-ки на мой номер, я их тоже видела. Ну, и, в общем, эти деньги в течение, наверное, часа пришли на мой счет. Пришли на ваш счет в течение часа? Да. А после чего что произошло? После этого, значит, мои деньги, они их начали раскидывать на свои счета. То есть они не полностью там суммой там 576 тысяч ушли, а какими-то дробными частями, то есть они их начали переводить. Скажите, в какой момент вы поняли, что вас обманывают? Ну, мне вот это вот не понравилось уже в конце, то есть разговор был о том, что я говорю, я не хотела брать кредит, зачем вы это делаете? И откуда взялись эти деньги? То есть мы вроде разговаривали про карты. Вот, и в этот момент он мне, значит, заявил, что, в общем, ну, это тоже надо проверить, вот. Вот, и, ну, связь прервалась, то есть последний момент, то есть это я, как бы, уже испугалась, потому что, ну, не знаю, то есть я кредит не хотела брать, я им, ну, им говорила о том, что они, я же думала, что это сотрудники, говорю, у меня есть кредит, и мне совершенно не нужно это предложение, вот. Ну, меня это насторожило, что начали, во-первых, как пришли деньги на мой счет, такая большая сумма, и что она начала списываться. И в этот момент я говорила, говорю, то есть я кредит не брала, откуда взялись эти деньги, вот, это нужно нам, и все на свете, но у меня уже тогда сомнения, то есть суммы большие, то есть уже речь идет о таких очень крупных суммах, и меня это насторожило. Что вы сделали? Я, значит, там и связь прервалась, то есть они, видно, уже, то есть поняли, что я тоже начинаю дохладываться, и что мне это не нравится. И я позвонила, в общем, в, значит, службу поддержки банка. Сбербанка? Нет, я ВТБ банка, но мы разговариваем про ВТБ банк. А про Сбербанк вы говорили? А Сбербанк началось с того, что сначала они представились, значит, работниками Сбербанка, а потом, то есть перевели меня... А у вас кредитные карты были в Сбербанке? И в Сбербанке были. А вот, которая... Нет, кредитных карт в Сбербанке не было, они сразу же ушли. Я это, как приложение скачала, они проверили все мои, короче, видно, средства на всех моих онлайн кабинетах, а в Сбербанке у меня просто есть карты, но денег там практически никогда не было. Тогда, получается, все, что происходило, это все было в банке ВТБ, то есть у вас кредиты были, два кредитных, две кредитные карты ВТБ, и, значит, кредит, который был активирован, это был тоже ВТБшный. Правильно я понимаю? А в Сбербанке, я так понимаю, подключились к личному кабинету в том числе, проверили там ничего нет. И сказали, что банка, значит, мы сейчас переключим вас на специалистов ВТБ, вот просто в начале сказали о том, что по Сбербанку, я уточняю, значит, они проверили по Сбербанку, что у вас там ничего нет, да, там вот эти ВТБ карты. Значит, то есть следующий момент, они переключили, сказали, что сейчас у нас специалистов ВТБ. Вы даже не это, да, никуда не девайтесь, сейчас мы вас переключили, специалистов ВТБ. И, соответственно, они начали по ВТБ. Да. То есть Беровские карты вам назвали, и потом ВТБшные сами назвали, или уже просто они решили проверить? Ну, ВТБшные они уже, наверное, увидели, ну, как они же уже в этот момент влезли. А доступ у вас? Доступ, да. То есть они под контролем полностью у телефона? Да, да, да. То есть я не дала доступ через приложение. То есть фактически они ждут по банке ВТБ? Да. Значит, и вот вы скажите, когда вы это все поняли, что вы сделали, значит, ваши действия какие были? Ну, тут же позвонила, значит, я и в Сбербанк, мне сказали, это мошенники, и я перезвонила в ВТБ. Вот, ну, и ВТБ, значит, я им сказала, говорю, у меня списали деньги, говорю, пожалуйста, заблокируйте все счета, потому что, ну, в общем, они смотрят, да, были переводы, я говорю, я кредит не брала, говорю, то есть, ну, там я, ну, как, был еще личный кабинет подключен, и шли, говорю, операции, то есть на смс-ки шли, что снимается деньги. Вот, пожалуйста, в общем, это, заблокируйте все счета, они мне сказали, что, в общем, вам надо обратиться в полицию. И я тут же поехала, то есть в полицию. То есть они заблокировали счета? Двадцать восьмого числа, я им через полчаса, как только, вот, первым, вот, так и было, то есть, как мне позвонили, Сбербанк позвонила, они сказали, это мошенники, я перезвонила в ВТБ. И ВТБ, то есть, мне, в общем, она сказала то, что, в общем, обращались в полицию. В полицию, да. Но самое главное, в течение какого времени заблокированные карты были эти все? Ну, в течение получаса, все это где-то было, да. В дальнейшие ваши действия вы обратились в полицию? Тут же я поехала, да, как только, в общем, с банком я это все сообщила, я поехала в полицию. В этот же день, то есть, написала заявление. Ну, полиция там подольше по времени просто, там, у них, это было суббота, выходной день, и много было молодежи, и там, как бы, это, я сидела в очереди, ждала своих. Получается, подали заявление, в результате было возбуждено уголовное дело, правильно понимаю? Да, точно. И вас признали потерпевшей по данному уголовному делу. Да, да, да. Ну, оно, соответственно, сейчас расследуется. Да. Я понял. Есть еще какие-то моменты, которые хотели бы дополнить? Ну, хотелось бы дополнить то, что, в общем-то, очень обидно за то, что, за поведение ВТБ-24 банка, в плане того, что, в общем, я была всегда, как бы сказать, человеком с хорошей кредитной историей, я брала деньги, всегда вовремя возвращала, вот, но их ответная реакция на мои, вот, на такую вот, ну, на такую вот, как бы беду со мной случившуюся, мне очень это задело, потому что, в плане того, что со мной не хотят общаться, то есть, это, не хотят брать обращение о том, что, то есть, я являюсь потерпевшей, и что со мной произошли такие, такая ситуация. И еще другой вопрос, то есть, значит, банк выставляет мне полностью, значит, претензию, ну, то есть, оплатить все, ну, недостающие средства, которые были сворованы мошенниками. Вот, ну, как это могло произойти, я же позвонила полчаса, через полчаса, то есть, ну, в общем, банк заблокировал все мои счета. То есть, мошенники не могли за полчаса снять все средства, тем более, ну, как бы, последствия банк мне дал распечатки, значит, как были переведены эти деньги. То есть, они были переведены, ну, на разные счета, это было, то есть, такие суммы нереально за полчаса было снять. Ну, вот, и в этом заключается, есть подозрение, что банк сам, наверное, как бы, сотрудничает с этими мошенниками, или потакает таким образом. Вы имеете в виду, что он замешан в этом, во всем этом ситуации. Вы, единственное, не уточнили, по кредиту, который вам в итоге, так скажем, активировали мошенники, на какую сумму это получилось? Значит, кредит 596 тысяч, но туда входили 83 тысячи, значит, это страховая, ну, какая-то такая страховка. Да, смотрите, значит, в итоге порядка практически 800 тысяч у вас было похищено мошенниками. Да. Они ввели вас в заблуждение и, злоупотребляя вашим доверием, похитили эти средства. Значит, у меня такой момент возникает, да, такой вопрос. Почему у нас банк, когда вы сообщили, даже пусть эти деньги они успели перевести, эти переводы делаются быстро, значит, но когда они поступают на конкретные счета, они же переводятся на какой-то счет, банку известно, какой банк, какой счет. Почему банк не связался, их служба безопасности, банка ВТБ, с тем банком, куда поступали эти деньги? Возможно, это же один и тот же банк, мы не знаем еще. Ну, да. Почему они не заморозили эти деньги, так как они спорные, и вами было заявлено, что это были мошенническим способом эти деньги получены. Вот у меня остается вопрос. Есть ли такие механизмы у банков, и если они есть, почему они пользуются, а если их нет, то почему до сих пор этих механизмов нет и они не работают? Как только такой механизм будет, все мошенничество, касаемо вот таких вот виртуальных денег, прекратится накормим мгновенно. Я с вами полностью согласна, да, это была бы такая хорошая ловушка для мошенников. И все, мошенников тем самым можно было бы победить. Почему так банк не делает, и таких мыслей нет? Мы сидим с вами сейчас, обсуждаем эту тему, и мы должны такие варианты, методы борьбы предлагать. Почему банк этого не делает? Вот очень, да, обидно, что клиенты не защищены. То есть банк все равно потребует свои суммы, ему все равно, кто им будет платить. И кто их будет брать. Главное, чтобы их платили. Соответственно, есть с кого брать, они хотят этих денег. Да, да. Спасибо. Эта тенденция идет уже на протяжении нескольких лет. К сожалению, если брать сравнение 2019 года с 2018, она составила, наверное, порядка плюс 80% именно этой вот категории уголовных дел. Меня обрадуешь. Мошеннические действия были со стороны. То есть открыто уголовное дело. Есть постановление. Признание потерпевшей. Эта проблема волнует банки. Это касается как акционерных банков, там, Сбербанков прежде всего, потому что от его имени совершается наибольшее количество подобных преступлений. Ну и радует то, что и Центробанк заинтересован. Периодически обмениваемся информацией. На заседаниях рабочих групп у нас действует рабочая группа по противодействию экономическим преступлениям, а мошенничества они туда включаются. Представители Центробанка периодически приглашаются, запрашивается их мнение, запрашивается мнение Сбербанка как наиболее крупнейшего банка. Завладели деньгами мошенники? Есть ли у вас процедура, и почему она не работает? Значит, когда поступил такие деньги, ну, в общем, есть проблема. Эти деньги известны, на какой счет переведены, либо в вашем банке, либо в другом банке. Почему служба безопасности не связывается, если это сторонний банк, с той службой безопасности банка? И не взаимодействует для выяснения обстоятельств, потому что есть заявление о преступлении, и об этом было заявлено. Значит, почему не заморозили эти деньги? Есть ли такая процедура? Предусмотрена ли она у вас? Хотелось бы порекомендовать гражданам не паниковать, когда им позвонили по любому подобному поводу, а выяснить ситуацию и не называть данные свои, карты, родственников и так далее. Тут в течение, получается, 596 тысяч пришло на карту, прилетело. И, то есть, это вообще непонятно, что происходило. То есть, они сразу же их разбросали, эти мошенники, на свои карты. Первое. Субтитры сделал DimaTorzok